Я Маркина Олеся Алексеевна. Моего мужа Маркина Андрея Анатольевича мобилизовали из поселка Сележарова Тверской области 25 сентября 2022 года. Ему 44 года, боевого опыта не имеет. На данный момент муж находится на сборном пункте в Твери. В 2019 году ему был поставлен диагноз гипертония. В течение месяца я добивалась, чтобы его отправили на обследование. С огромным трудом, пройдя многочисленные инстанции, написав кучу жалоб, мне это удалось. К сожалению, на обследование выявили, что гипертония стала давать осложнения на сердце. Если не принять меры по лечению, то эти заболевания будут только усугубляться. Мужу требуется постоянный прием лекарств и лечение. Гипертония у мужа наследственно по линии отца и матери. В 1953 году у матери был инсульт. Я не понимаю безответственного отношения к мобилизуемым в Тверской области. Военно-врачебная экспертиза поставила мужу категорию годности к военнослужбе В. «Ограниченно годные к службе граждане, согласно закону, не могут быть мобилизованы, ни в какие зоны боевых действий этих людей не пошлют и призывать не будут, потому что есть ограничения по здоровью», – заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Точенов. Получается, в Твери и Тверской области действуют свои законы, и это другое государство. Если даже и будут призывать с категории В, то не в первую очередь, а в самую последнюю очередь. Муж был призван в самую первую очередь. Военный комиссар Тверской области Игорь Владимирович Янин в своем выступлении 26 сентября уверял, что ни один военнослужащий с ограничениями по здоровью в зону проведения специальной военной операции не попадет. В отделе по мобилизации в городе Твери в городском военкомате и уполномоченный по правам человека мне тоже сказали, что с категорией В не мобилизует. Но на самом деле все не так. Мы уже до сих пор в военном билете не исправили категорию годности к военной службе и сказали, что он все равно пойдет служить. Муж полностью обеспечивает нашу семью. Моя зарплата составляет 7500 рублей в месяц. У нас трое детей.